Дефицита значимых товаров не наблюдается. Вопросы продовольственной безопасности региона обсудили на заседании Совбеза Дагестана. Помощь беженцам от дагестанского народа. Партию очередного гуманитарного груза на этот раз доставили в Республику Крым. Об очередной акции фонда «Инсан» поговорим с гостем программы. На этот раз уже заявки поступали именно с Крыма. Две полные фуры были окружены в Симферополе. Хочу отметить то, что глава республики Сергей Аксенов тоже принял нашу делегацию, которая сопровождала груз. Очень тепло отозвался братском дагестанском народе, и которая всегда привела к участию в подобных мероприятиях. Крымская весна. Более 350 человек приняли участие в квесте на площадке музея «Россия. Моя история». Сдать кровь – благородное дело. Двое молодых дагестанцев стали почетными донорами России. Здравствуйте! Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем в выпуске. В Дагестане имеются достаточные запасы продовольствия и отсутствует дефицит наиболее значимых товаров. На неделе состоялось заседание Совета безопасности региона. Одной из ключевых тем обсуждения стало обеспечение экономической и продовольственной безопасности в условиях международных санкций. С целью своевременного реагирования и принятия мер по недопущению ухудшения экономической ситуации в регионе действует оперативный штаб по вопросам обеспечения устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. В настоящее время принимается комплекс мер по поддержке предприятий республики, продукция которых позволяет произвести импортозамещение. Дополнительно подготовлены предложения по поддержке сельхозпроизводителей в рамках реализуемых федеральных программ. Неконтролируемый рост цен на продукты питания и товары первой необходимости – это, пожалуй, самая животрепещущая проблема последних нескольких недель. И это на фоне снижения доходов населения. Пока власти пытаются мониторить данную ситуацию, в столице отдельные супермаркеты ввели своего рода санкции на продажу товара в одни руки. Так, в некоторых торговых сетях установили лимиты продажи муки, сахара и риса одному покупателю. Подобные объявления уже размещены на прилавках. Дагестанские предприниматели переняли данную инициативу от своих московских коллег, которые, ранее столкнувшись с указанной проблемой, установили нормы продажи продуктов в одни руки. Безусловно, это вынужденная мера, направленная на обеспечение населения доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Кроме того, вводимые ограничения позволят в определенной степени повлиять на деятельность перекупщиков. Между тем, цена на сахар в Дагестане за неделю в среднем увеличилась на 8-10 рублей. Создавать товарные запасы при такой высокой стоимости предприниматели не намерены, поскольку цена может резко снизиться после принятия соответствующих мер на федеральном уровне, включая ограничения по экспорту. Ну а власти Дагестана продолжают мониторинг цен на продукты питания. На неделе рынки республики объехал министр сельского хозяйства и продовольствия Батал Баталов. По словам чиновника, дефицита продуктов питания нет, как и нет повышенного спроса на отдельные виды продовольствия. При этом есть изменения в ценах, обусловленные международной обстановкой, а также деятельностью все тех же посредников. Изменений в цен нет. Имеется в виду, есть, но минимальные, незначительные. От двух, от трех рубля. Вот некоторые продукции, которые сейчас подняли, до десяти рублей максимум. Да, то, что подняли. Казаемые сельхозпродукции, яблоки, например, как продавали, вот от сорока до шестьсот рублей она так и стоила два месяца назад. И сейчас тоже самое. Можно сказать, такого активного сбыта продукции нет. Все жалуются, что покупательная способность ниже, чем чуть раньше. Цены, поэтому, как мне объяснили, на плодовощную продукцию практически там цены, разница вот в этих ценах оптовые базы там и вот площадки, рынок, допустим, Буинанский, там буквально пять-десять процентов накидывают на плодовощную продукцию. Рост цен коснулся и лекарственных препаратов. На встрече с представителями аптечных сетей республики премьер-министр Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов призвал владельцев фармацевтических компаний ставить во главу угла общественные интересы и исключить необоснованные завышения стоимости на медикаменты. Я лично вот ходил по этим, да, многие там блогеры или кто-то пишет, вот, председатель правительства, чтобы больше делать нечего, кроме как ходить по аптекам, по рынкам, по этим миниративным сетям и так далее и тому подобное. Но я должен сам знать, что творится в этой республике, если я нахожусь здесь, рядом с вами. А почему вы повещаете? Вы же тоже повещаете цели. Я же сегодня утром на совещании сказал, на какие лекарства и на сколько повещен цели, даже которые я применяю. И это, дорогие мои друзья, не за последнее время вы цели повещаете, за последнюю неделю и две. Очередная партия гуманитарного груза для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. На этот раз в Крым отправлены три фуры с продуктами питания, одеждой, обувью и бытовой химией с общим весом более 60 тонн. Эту помощь удалось собрать через благотворительный фонд «Инсан». Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил братский дагестанский народ за внимание и заботу. Две тысячи продуктовых наборов, средства индивидуальной гигиены, медикаменты и одежду привезли в распределительные центры в Симферополе и Севастополе. Часть груза будет передан ночным волкам, который уедет на территорию Донецкой и Луганской народной республики. Часть груза останется у нас в ополчении. Мы тоже будем распределять жителям Донбасса, братской помощи нашим военнослужащим. В Севастополе Крым как всегда едины, а более того мы видим, что вся Россия поддерживает. Мы как все-таки приграничная зона, вся Россия нас поддерживает, своих мы не бросаем, победа будет за нами. Республика Крым является сегодня перевалочным пунктом для оказания гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и жителей освобожденных сел и городов Украины. Сюда прибывают фуры с продуктами и средствами первой необходимости со всей России. Детские игрушки, женские, мужские одежды, обуви, куртки необходимые, бутылированную воду привезли. Ну, конечно, это у нас уже второй раз выезжаем так же, но на этом еще мы не остановимся. Будем чем мы можем, тем и помогать. В Донецкой народной республике, в Луганской республике будем, конечно, это наши братские республики. Чем можем, конечно, будем украинским мирным жителям, тоже мы готовы помогать. Заявку в Дагестан о том, что в Крым необходимо отправить гуманитарный груз, подали сотрудники культурного центра из Севастополя. Мы здесь ездим по санаториям, ездим, например, к госпиталям, где раненые находятся. Мы ездим здесь, например, где беженцы, где узнаем. И мы тогда позвонили туда, в благотворительный фонд, спросили у них, есть ли такой момент, есть ли что, чтобы такое организовать. Они сразу, как сказать, отвлекнулись, отвлекнулись не только сюда, они же и туда, для беженцев и Ростова такие же фуры отправили. Такие же фуры отправили и Донецк, Луганск тоже. Это, конечно, приятно, приятно, что люди, тем более, не остаются в стороне, стараются. Глава Крыма Сергей Аксинов встретился с представителями Дагестана, которые сопровождали груз. Республике Дагестан, большим уважением, спасибо огромное, что в тяжелой ситуации всегда находитесь рядом. Не сомневайтесь, у вас всегда в Крыму есть настоящие друзья. И еще раз говорю, рассчитываем всегда друг на друга. Сложная ситуация, мы всегда вместе. Поэтому братскому Дагестану низкий поклон. Представители фонда отметили, что после отправки первой партии гуманитарной помощью в Ростовскую область многие жители республики выразили желание внести свою лепту в общее дело. И, скорее всего, в ближайшем будущем снова будут собраны продукты, медикаменты и все необходимое для отправки жителям Донецкой и Луганской республик. Хамз Нурмагамедов, Василь Манапова, телеканал ННТ, Республика Крым. Обсудить очередную благотворительную инициативу мы пригласили руководителя благотворительного фонда «Инсан» Магомед Расул Ахмедов. Магомед Расул, спасибо, что пришли. На самом деле масштабная акция проведена, и проведена нужно отметить за относительно такой небольшой промежуток времени, очень короткий срок. Кому принадлежит инициатива, если не секрет? Благотворительный фонд «Инсан» буквально на протяжении последних нескольких недель организовал отправку гуманитарной помощи для вынужденных беженцев Донецкой и Луганских народных республик. Первая отправка была несколько недель тому назад, и тогда к нам начали поступать заявки о том, что в Ростовской области находятся беженцы, и практически нет никакой гуманитарной помощи, которая могла бы помогать беженцам. Мы среагировали оперативно, мы не объявляли сборов. Мы собрали наших попечителей, которые всегда нас поддерживают в такие трудные минуты, и буквально чуть более суток нам понадобилось собрать всю необходимую гуманитарную помощь, и три полные фуры с гуманитарной помощью в размере 50 тонн, это и продукты первая необходимость, и бутилированная вода, и одежда, как взрослая, так и детская, была отправлена в Ростовскую область, где на тот момент находился первый пункт приема беженцев в России. Со всей России наша дагестанская гуманитарная помощь оказалась одной из первых. Первым до нас был Воронеж, и Дагестан уже был вторым. На тот момент гуманитарная помощь поступила, это в Ростове был открыт центр для приема гуманитарной помощи со всей России, туда отгрузилась вся продукция, и уже туда поступали заявки непосредственно с мест, где находились беженцы по необходимому количеству продуктов, воды и так далее. Как только информация о том, что фонд организовал такую гуманитарную помощь, к нам начали поступать заявки из других мест буквально за несколько дней, и наши дагестанцы, неравнодушные дагестанцы, которые тоже захотели принимать участие в подобной благотворительной акции, тоже начали принимать участие, и очень даже активно. Мы на тот момент сразу открыли, как начали поступать заявки от желающих дагестанцев принять участие в этом мероприятии, мы открыли пункт приема гуманитарной помощи, и буквально, как мы сказали, за несколько недель, буквально за две недели, мы сумели собрать гуманитарную помощь, и таких же три полных фуры тоже были направлены в размере около 60, чуть более 60 тонн, в том же виде продукта первой необходимости, бутилированная вода и одежда. И детские игрушки тоже поступали, они тоже были направлены. На этот раз уже заявки поступали именно с Крыма, две полные фуры были отгружены в Симферополе. Хочу отметить то, что глава республики Сергей Аксенов тоже принял нашу делегацию, которая сопровождала груз, очень тепло отозвался о братском дагестанском народе, которые всегда принимают участие в подобных мероприятиях, и уже не первый раз, и всегда протягивают руку помощи в трудные минуты для народов. Уже третья фура была отгружена уже в Севастополе, где также находились беженцы с Донецкого и Луганского народных республик. Вместе с тем, наверное, есть незначительное число тех, кто, возможно, считает, что в помощи нуждаются и наши жители. Но, насколько я знаю, фонд Инстант не прекратил оказание помощи, и подобные акции никак не сказались на оказании помощи внутри республики. Да, на самом деле, как только вышла новость о том, что фонд организовал первую отправку коммунистерной помощи, мы замечали несколько комментариев о том, чтобы лучше бы нуждающимся людям Дагестана помогли. У нас тоже есть нуждающиеся люди. Хочу отметить то, что благотворительный фонд Инстант на протяжении 10 лет организовывает благотворительную помощь во всей республике Дагестана, во всей республике. И, как я ранее отметил, то, что фонд не объявлял сборов или же тратил какие-то целевые средства, которые были пожертвованы в фонд, на другие цели. Я сказал, что попечители фонда отозвались, и первая гуманитарная помощь была отправлена именно за их счет. А вторая помощь была отправлена за счет тех же дагестанцев, которые изъявили желание, кто непосредственно продуктами, кто финансово отозвался и принял участие. Отправка этих двух гуманитарной помощи никак не повлияла на плановую работу фонда. И еще хочу отметить то, что между двумя отправками фондом была организована масштабная продуктовая помощь в республике с распределением более 8 тысяч продуктовых наборов. Было охвачено около 3 тысяч нуждающихся с ними по всей республике Дагестан. Поэтому обращать внимание, я думаю, на эти комментарии не стоит. И то, что надо отметить, мы помним период пандемии, когда мы, как благотворительный фонд, знаем, кто отправлял гуманитарную помощь в республику. Мы, как фонд, к нам направляли из Москвы, из Петербурга, то есть с многих концов России в Дагестан отправлялась гуманитарная помощь, когда пик пандемии Дагестан в этом нуждался. И на тот момент никто не спрашивал о нации, вероисповедании и так далее. Поэтому мы помним, когда пик пандемии в Дагестане уже спал, и когда наши соседние братские республики тоже были в тяжелой ситуации пандемии, фонд «Инстан» реагировал и на наши братские народы из Северного Кавказа, таких республик, как Карачаево, Чергейс, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Поэтому в эти трудные минуты нам всегда нужно поддерживать и помочь тем, чем мы можем, вне зависимости от того, какой нации веры поддерживаются люди. Ну, судя по тому, что за реально такой короткий срок удалось собрать второй, такую крупную партию груза отправить, говорит о том, что на самом деле у нас очень отзывчивый народ и готовый протягивать руку помощи. Ну, ближайшие акции подобные планируются ли? Поделитесь. Пункт приема гуманитарной помощи фонд «Инстан» работу не прекратил. Если такая активность нашего неравнодушного дагестанского народа будет продолжаться, я так думаю, и третья, и, может быть, и четвертая партия гуманитарной помощи будет отправляться. Все. Ну, мы желаем вам удачи, успехов в вашем нелегком труде. Я хочу поблагодарить весь наш дагестанский народ, отзывчивый, который всегда протягивает руку помощи, оказывает поддержку в трудные минуты. Пусть все то добро, которое они творят, вернется в тысячекратном размере. Вам спасибо. И к другим темам. Сотрудники медиахолдинга Прямо в Театре Республики организовали для солнечных детей прогулку в конно-спортивный клуб «Зебра». Малышам и их родителям удалось не только погладить и покормить животных, но и пройти сеанс ипотерапии. О том, какие эмоции испытали юные участники мероприятия, расскажет Асяль Манапова. Когда человек впервые садится на лошадь или прикасается к ней, это всегда очень волнительно и вызывает буря эмоций. А что говорит о детях и тем более особенных. Прогулка в конно-спортивный клуб доподопечных благотворительного фонда «Инсан» стала большим праздником. Узнав о том, что в спортивном комплексе «Зебра» проводится ипотерапия, мы подумали, что это будет самый лучший подарок для них и решили такое мероприятие для них организовать. Подобные мероприятия, они всегда хорошо, благотворно воздействуют на сам коллектив, на людей, потому что мы всегда должны чувствовать свою социальную ответственность перед такими детьми и вообще перед детьми в целом. И в дальнейшем будем проводить подобные мероприятия. Сегодня решили просто как пробное такое сделать, посмотреть, как это будет. Занятие с лошадьми для такой категории детей очень полезно. В психологии даже есть такое понятие, как ипотерапия, то есть терапия с помощью лошадей. Благотворительный фон «Инсан» уже направлял этот спортивный клуб на лечение пять своих подопечных. После этой экскурсии, вероятно, еще несколько детей будут проходить курсы реабилитации. Фонд берет полностью обеспечение на себя. Именно не только с синдромом Дауна, но и других детей. У нас и ДЦП, и аутисты. Каждый день по 25 минут ипотерапию проходят. Они уже здесь с лошадьми. Именно 25 минут уделяют на одного ребенка. Лечение ипотерапии или зоотерапии известны еще со времен Гиппократа. Верховую езду назначали больным и раненым, чтобы они быстрее шли на поправку. Особенно этот метод помогает детям-инвалидам. При езде на лошади у ребенка улучшается координация и вестибулярный аппарат. Плюс происходит пассаж мышц. Саламат – одна из тех, кого называют «солнечными детьми». Девочка, как и все ребята с синдромом Дауна, теплая и ласковая. Для юной наездницы такое лечение – огромная радость. А родители – довольны результатами. В первую очередь я хочу, конечно, сказать большое спасибо всем тем, кто организовал это для наших детей. Дай Аллах им здоровья. И, конечно, хотелось бы побольше таких мероприятий. И, конечно, чтобы дети наши радовались в первую очередь. Ну, результат, наверное, будет, я думаю. В любом случае, вот сейчас уже покатав на ребенка, как бы, на этой лошади, мне хочется еще раз вернуться сюда и выполнить все требования этого инструктора. Верховая езда и специальные упражнения буквально творят чудеса, говорит Наталья Соловьева. Вот уже два года она практикует занятия ипотерапией. После сеанса больные дети чувствуют себя лучше и учатся быть коммуникабельными. Когда мы сидим на лошади, наш таз заводится, в работу включается копчик и, соответственно, весь столб, да, поясничный отдел, грудной отдел, шейный и череп, соответственно, основание черепа. И начинается движение, улучшается ликвиродинамика, улучшается кровообращение. Помимо детей, людей, кому требуется такая вот помощь, да, реабилитация, абилитация, я призываю всех к нам приходить на ипотерапию для профилактики. Занятия ипотерапией прошли еще девять особенных детей. Это позволило им научиться преодолевать свои страхи, пройти оздоровительную гимнастику и получить положительные эмоции. Кроме этого, для ребят и их родителей организаторы накрыли стол и раздали подарки. Для самых маленьких гостей была подготовлена и детская игровая площадка. Неделя была знаменована памятной датой – 8 лет с момента присоединения Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации. По этому случаю в Махачкале на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история» собрались представители ветеранских и молодежных организаций, а также более 350 школьников и студентов, которые, в свою очередь, состязались в квесте «Крымская весна». Участники разделились на команды и выполняли тематические задания на знание истории воссоединения Крыма с Россией. Интеллектуальная игра позволила ребятам проявить свои знания и стала хорошим командным соревнованием. Сегодня здесь пришли принять участие активисты из разных учебных заведений города Махачкалы, юно-армейцы, волонтеры Победы, российские движения школьников, обычные школьники, студенты, все заинтересованы. Такие молодежные и исторические квесты необходимы для наших детей и молодежи, чтобы они получали интересный формат и историю, связанную с Российской Федерацией. На неделе в Махачкале наградили двух самых молодых дагестанцев, удостовившихся звания «Почетный донор России». Это специальное звание, учрежденное правительством Российской Федерации, выражает признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозвездного донорства крови и ее компонентов России. Награждали наших героев в республиканской станции переливания крови. На мероприятие побывал и наш корреспондент Карим Данеев. Если бы вы знали, если бы все доноры знали, сколько спасенных в жизни, и подарить свою кровь людям, совершенно незнакомым, ради спасения в жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Молодежь, с которой хочется брать пример. Они помогают людям и при этом всегда остаются в тени. Но сегодня о двух молодых парнях узнали многие. Шамиль и Руслан получили звание «Почетных доноров России». Если вот такие ребята, как Шамиль, как Курбан у нас есть, я думаю, что у Дагестана и у нашей молодежи большое будущее. И хочу сказать словами нашего великого Расула, если боль чужая не стала твоей, значит напрасно прожита жизнь твоя. Курбан и Шамиль – два молодых человека, которые в столь еще таком возрасте, молодом, проявили себя в таком благородном деле, как донорство. Это спасение жизни, это кровь и плазма, которая нужна бывает людям, которые находятся в тяжелой ситуации, в больницах, с ожогами, с сложными заболеваниями крови и так далее. Все здесь специалисты это знают, я не буду перечислять. И такие хорошие примеры. И мне очень приятно сегодня здесь, в станции переливания крови, находиться по такому приятному поводу. Мы много акций, мероприятий проводим с нашей станцией переливания крови. Не надо бояться, это не столь такая большая проблема. И когда ты можешь спасти реальную жизнь человека, это напрямую пример спасения жизни. И я думаю, это вот такие яркие примеры, которые мы должны транслировать. Стены центра переливания стали для награжденных уже родными. Здесь они регулярно сдают кровь и ее компоненты. Руслан сделал это столько раз, что сам того не ожидая стал самым молодым дагестанцем, кому присудили звание почетного донора России. Для меня примером была моя мама, которая периодически ходила, сдавала кровь. Я задумался, почему бы мне не попробовать. У меня была фобия, я боялся. Но на самом деле это все мифы, ничего больного, ничего страшного в этом нет. Это на самом деле очень приятное дело, которое греет душу. Очень активно агитирую. На моем счету, ну я примерно считаю, около 45, это 45 человек, которые пришли и начали сдавать кровь после меня. То есть я говорил, я их приводил, грубо говоря, за ручку. У них были фобии. Я развеял эти мифы все. То есть они по сей день сдают кровь. Завтра я буду сдавать уже 66 раз с другом, который не боялся сдавать, но в итоге сдаёт сейчас. Схожая история и у Шамиля Сулейманова. Он приходил регулярно сдавать кровь. А когда пришел в очередной раз, врач предложил ему встать в регистр доноров костного мозга. Шамиль не отказал, а спустя полгода в другой части России, в городе Киров, появился больной, который жизненно нуждался в доноре с подходящим HLA-генотипом. Операция прошла успешно, а Шамиль стал самым молодым донором костного мозга из Дагестана. Звонит врач из Кирова, мужчина, честно, имя не запомнил его. Он говорит, типа, вы попали, ну ваша кровь, ваши клетки, подошли женщины. Сейчас от вас зависит. То есть там был выбор, просто он прямой выбор мне предоставил. Либо вы отказываетесь, либо вы соглашаетесь, как бы, поехать, и мы будем дальше с вами работать. И он мне сразу предупредил, в случае моего отказа, этот человек, он погибает с вероятностью, он сказал, 97%. Но это стопроцентная смерть, получается, для человека. У меня даже минуты не было сомнений, что я поеду туда. Я сразу согласился, я знал, что у меня дома будет еще разговор как бы с матерью, что она будет мне говорить, как она мне будет говорить. Но я уже знал, что я по-любому свое решение 100% я уже не отменю никак. И все, и получилось. Костный мозг сдается очень редко. Это вот вся проблема именно в этой редкости, то, что эти клетки, мало того, что их подобрать очень тяжело к человеку. То есть это абсолютно не то, что разные нации, это могут быть разные континенты. Потребность в донорской крови всегда остается высокой. Пополнять запасы нужно регулярно. Сданная кровь становится ценой чьей-то жизни. Теперь в центре переливания крови можно будет принимать еще больше желающих. Здесь открылось отделение с самым современным оборудованием на Северном Кавказе. Новое оборудование, оно уникальное в том, что аналогов ей и нет. Она самая чувствительная для гематомстрессивных инфекций. И это обеспечивает 100% безопасность донорской крови. То есть переливаемая кровь будет безопасной для рецепента. Для поддержания запасов ежедневно кровь должны сдавать более 100 человек. Присоединиться к акции может любой желающий от 18 лет и не имея противопоказания от врача. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова